Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этот раз я отвечу, пожалуй, на самый популярный вопрос моих личных сообщений, моего канала, последних стримов и, наверное, различных комментариев под разными видосами, а именно, что же лучше взять, Xbox One X или Xbox Series S. На самом деле, в начале нынешнего поколения я думал, что данный вопрос подниматься не будет вообще, потому что, на мой взгляд, он очень очевиден, но я ошибался, ой, как ошибался. Этот вопрос, наверное, пишет каждый пятый зритель моего стрима, канала и так далее, поэтому этот видос я не могу не записать уж, извините. И я искренне надеюсь, что именно после этого видоса таких вопросов станет намного меньше и надеюсь, что они исчезнут вообще. Реально, надеюсь. В этот раз я максимально подробно расскажу о своей позиции на этот счет, расскажу, в чем принципиальное отличие данных устройств и, пожалуй, объясню, почему в 2022 году покупать Xbox One X практически нет смысла. И да, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, вы этим мне очень сильно помогаете. Спасибо. Начнем с того, что консоль Xbox One X где-то с года 2016 очень умело преподнеслась публике, что аж уже как 6 лет она не выходит из голов игроков. Самое крутое, что было в этой консоли, по сравнению с консолями восьмого поколения, это те самые бесподобные 6 Тарофлопс, которые могли показать вам настоящий 4К. И про которые говорили абсолютно все, от технических специалистов до Васьки Пупкина со второго класса. Microsoft настолько сильно преподнесла силу Тарофлопс, что многие в свое время с пеной у рта мне доказывали, что именно за счет своего супер-мега-крутового железа она без проблем сможет прыгнуть в новое поколение и тянуть все новые игры наравне с тем же Xbox Series. Но, как вы знаете, оказалось это не так. Кстати, Xbox One X это, пожалуй, единственная консоль от Xbox, которую я не покупал и напрочь отказывался это делать, потому что его преимущества, а именно Тарофлопса и 4К разрешения, это те критерии, которые для меня не самые важные. И да, все восьмое поколение просидело на консоли Xbox One Fat и в целом ни о чем не жалею. Ну а сейчас на дворе 22-й год, и мы знаем о таких консолях, как Xbox Series S, Xbox Series X, которые как раз и являются самыми актуальными консолями, на которых и выйдут все новые игры в ближайшие 5 лет. Но, я думаю, вы о них и сами достаточно знаете, поэтому особо описывать их не буду. Но если вы хотите о них узнать более подробно, то на просторах сети есть множество видео, в которых о них как раз-таки и рассказывают. И да, если вы предпочитаете смотреть зарубежный контент, то при помощи Яндекс.Браузера вы сможете его смотреть на родном языке. Просто скачивайте приложение себе на телефон, по ссылке в описании, находите видео, нажимаете перевести и смотрите. Он по-прежнему предлагает очень похожую производительность для многих игр за пределами разрешения. Это действительно тот путь, которым должны идти многие. Мне кажется, это довольно-таки круто и удобно, поэтому качай и пользуйся. Несмотря на выход нового поколения, на их более лучшее железо по сравнению с восьмым поколением, как ни крути, и нельзя отрицать, что Xbox Series S, которая является менее мощной версией консоли Xbox Series X, получилась крайне спорной для обычного игрока, поскольку она попросту не вписалась в ту самую концепцию Terraflops, о которой всегда говорила Microsoft и еще не нацелена на повышенное разрешение, которое как раз-таки и должно было быть базой нового поколения. Кстати, очень забавно, что Microsoft в этом поколении пытается сидеть на двух стульях, где у них при рассказах Xbox Series X Terraflops очень важны, а при рассказах Xbox Series S они, оказывается, не важны. Да, вот такие вот чудеса маркетинга. Если вы вдруг начнете копаться поверхностно в технических характеристиках, что вам, кстати, не рекомендую вообще никогда делать при выборе консолей, то вы можете обнаружить, что по Terraflops'ам консоль старого поколения, а именно Xbox One X обходит новую консоль Xbox Series S. И именно по этому поводу и идет весь как бы сыр-бор, который не дает игрокам покоя до сегодняшнего дня. Еще, кстати, немаловажный момент, который как раз-таки и вытекает в споре о железе, это выдаваемое качество картинки. И да, у Xbox Series S вы не увидите 4К разрешения. Из-за этого изображение на больших телеках вам будет казаться мыльнее, и отчасти хуже, чем на Xbox One X. И как раз-таки в сравнениях многих и цепляет это, мол, может быть тогда взять Xbox One X, она ведь мощнее. Но хочу вам напомнить о самой главной базе при выборе любой абсолютно консоли, а именно о играх. Игры это самый главный смысл любого Xbox или PlayStation, именно за счет них мы берем игровые консоли. И как раз-таки в играх Xbox Series S напрочь перечеркивает все плюсы Xbox One X. Я недаром в этом видео несколько раз вам сказал про старое и новое поколение. И дело в том, что в девятом поколении, та самая база в играх, она все еще продолжается. И новые игры не привязываются к железу, не привязываются к тарафлопсам, а не привязываются к моделям Xbox, к поколению. И самое главное отличие, и то ради чего лучше все-таки купить Xbox Series S вместо Xbox One X, является как раз-таки новые игры. Самое главное поймите то, что Xbox One X это консоль прошлого поколения, которая уже будет не способна запустить новые игры, которые выйдут в будущем только для девятого поколения. Чтобы вы понимали, обладатели Xbox One X уже не смогут поиграть в Starfield, в Рыцарей Архама, в Медиум, в Новый Фейбл, Хеллблейд 2 и прочие игры. И таких игр в будущем будет все больше. И несмотря на те самые тарафлопсы, на Xbox Series S в них можно будет поиграть, а на Xbox One X нет. И да, если вы вдруг все еще не знаете, как приобрести те или иные игры, подписки для вашего Xbox, то обращайтесь к проверенным ребятам из X Games. Ссылочку на них я оставлю в закрепленном комментарии. Просто как по мне, намного важнее получить возможность поиграть в новые игры, нежели просто получить более четкую картинку в уже вышедшей игре. Ну реально. Да, я прекрасно понимаю, что 4К-разрешение очень важно для некоторых игроков, но мне кажется, в этом плане тогда лучше задуматься все-таки о покупке Xbox Series X, и тогда вы просто поймаете двух зайцев. И 4К будет, и в новой игру ли вы поиграете. И если же опять же вдуматься в вопрос, а что же взять лучше, Xbox One X или Xbox Series S, то из вопроса уже становится понятно, что вероятнее всего человек, который это спрашивает, не особо знаком с 4К-разрешением, он не разбирается в консолях, и поэтому покупать Xbox One X ему бессмысленно. К тому же аргументом, чтобы лучше не покупать Xbox One X, является отсутствие в продаже. Да, если вы вдруг не знали, то Xbox One X больше не производят. И единственное, где можно приобрести эту консоль, вероятнее всего, это какой-нибудь Авито, и поскольку она вышла в году 2017, лучше этого не делать, ибо состояние консоли за это время могло сильно ухудшиться. Насколько я помню, она может очень сильно греться и шуметь, поскольку забивается пыль, но опять же это мелочи. Конечно, я больше чем уверен, что найдутся люди в комментариях, которые напишут, не слушайте жумбека, он фигню порит, я вот недавно, там, два дня назад купил себе Xbox One X, кайфую, он несет чушь и там подобное. И знаете, как бы, я не суждаю вообще этих людей, во-первых, да, во-вторых, они по-своему правы. То есть, если эти люди действительно, там, не знаю, пропустили все восьмое поколение, они не нуждаются в новых играх, им нужно 4К разрешение, то да, Xbox One X будет прекрасной консолью. Но опять же, при этом напоминаю, если, опять же, вы цените 4К, что вы не поиграете на этой консоли в новые игры, которые выйдут только под девятого поколения, а это, на мой взгляд, для геймера должно быть очень важно. И поэтому, если честно, я не вижу какой-то надобности брать Xbox One X прямо сейчас. Я понимаю, что в этом случае многих манит цена, ибо эту консоль пытаются сейчас слить в районе, там, 20 тысяч плюс-минус, и кому-то впадут доплатить, там, например, 7-10К за более новые консоли, и, там, видеть все те самые, там, 1080p. Но еще раз вам повторяю, если вы действительно не хотите играть в новые игры, что очень, кстати, странно, и вам хватит тех игр, которые уже вышли, то да, вы можете ее приобрести и остаться довольным. Ну, я про Xbox One X. Но, поверьте, если вы хотите играть, то новые игры вам явно лишними не будут, и лучше все-таки посмотреть на Xbox Series S. Несмотря на то, что для многих данная консоль очень спорная, в плане того, что некоторые, там, снимают видосы, называют ее говном и так далее, по моему мнению, эта консоль, это лучшее предложение для входа вот в эту всю игровую индустрию, реально. И как раз-таки это лучшее решение для тех, у кого не было консолей вообще, поскольку за небольшую плату вам дают возможность поиграть в новые и в старые игры, и для консолей это самый главный смысл. Да, конечно, если вы уже бывалый игрок, и вам нужны все эти вот сравнения в консолях, вам откроется вопрос о разрешении, о кадрах в секунду и так далее, вы уже потянетесь к более лучшему варианту, и скорее всего к Xbox Series X. Но базовый пользователь консолью Xbox Series S точно останется довольным, особенно тот, кто вообще далек от игр, и кому нужна лишь возможность поиграть в ту или иную игру. Конечно, что покупать решать вам, и что для вас лучше решайте сами, да, но, исходя из видоса, как вы уже поняли, мое мнение, Xbox Series S в этом вопросе намного лучше. На этом все, я надеюсь, таких вопросов больше задаваться не будет. Если вам понравился видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok